За неделю я побывала на двух полях лаванды. Я внизу напишу название. Одно было около Добыла и второе около Огры. Я хотела сравнить эти два места, потому что у них очень сильно отличается цена, и мне было интересно, что же за какую цену можно получить. Первое поле, которое я посетила, было очень небольшим, буквально две небольших площадки. Одна лаванда, как мне сказали, замерзла из-за заморозков весной, а вторая более-менее нормальная. Там есть несколько мест для того, чтобы сделать красивые фотографии, какой-то небольшой инвентарь. В принципе, довольно несложно туда было заехать. Принимаю там только наличку. У меня никак не получается приехать во Францию. Мне постоянно что-нибудь мешает. Я либо переезжаю куда-нибудь, либо еду, допустим, в Чехию или ещё куда-то. Но я наконец-то смогла хотя бы кусочек Франции получить. Я приехала посмотреть на лавандовое поле. Вообще здесь, в Латвии, их несколько. Я приехала в Ру Лавандес. И заодно сделать красивые фотки. Я думаю, что пару фотографий я вставлю. Билет стоит 3 евро за одного человека. И там же можно купить мелкие сувениры. Мешочки с лепестками лаванды, мыло, какие-то ещё вещи. Ну, такие, совсем минимальный набор. Стоит всё это достаточно дёшево. И там нет абсолютно никаких ограничений. Можете приходить с камерами, с фотоаппаратами, с телефонами, как угодно. Естественно, там не надо топтать лаванду, ничего такого. Там же можно взять секатор и, например, отрезать себе какой-то пучок. Тот пучок, который влезет нормально в руку, насколько я помню, обойдётся в 5 что ли евро. Так что получается, что можно приехать и получить фотографии, и сразу что-то себе, скажем так, на память забрать. Я купила два мешочка с лавандой. Маленькие стоили 2 евро. Большие стоили, кажется, 4 евро. Они пахнут здорово. Вот прошла неделя, всё ещё замечательно. Поэтому к этому никаких претензий нет. И на поле было достаточно мало людей. Предварительно записываться, кстати, не надо. Можно приехать в то время, пока это работает. Это с 10 до 19 каждый день. И стоимость билета была 3 евро на взрослого человека. Я приехала уже достаточно поздновато, где-то только около обеда. Я приехала с мужем, потому что кто-то меня должен снимать, естественно. И вот сейчас я вижу, что приехали ещё люди. Я не знаю, будет ли видно, но там въезд. И надеюсь, что им тоже понравится, потому что вообще классно. Но жалко, что очень мало информации, очень мало именно какой-то рекламы, потому что я случайно узнала о том, что вообще здесь есть лавандовые поля. Из новости про лаванду 2000, по-моему, 20 или 21 года. Нужно больше рекламы для того, чтобы знать, какие классные места есть в Латвии. Это такое небольшое место рядом с жилым, не знаю, домом и огородами. Но за 3 евро и я покажу потом второе место. Там цена билета отличается больше, чем в два раза. Но там намного больше и декораций. Сложно сказать даже, какое место лучше, смотря, наверное, для каких целей это использовать. А вот и второе место. Здесь, конечно, впечатление абсолютно другое. Просто посмотрите, какие огромные кусты лаванды и какие декорации. Можно ходить по тропинкам. Там есть еще некоторые правила, которые нужно соблюдать. Я скажу о них в процессе. А пока покажу вот эти декорации. Просто потрясающе. И здесь можно сделать великолепные фотографии. И все это очень приятно пахнет. И все приятно сделано. И можно пройтись не только около лаванды, но там и дальше сделаны декорации. Все украшено цветами. И есть пруд. Правда, в пруду нельзя купаться. И там есть специальная табличка. Я ее тоже покажу. Но по сравнению с первым полем, конечно, это впечатляет. Да, декорации нельзя особо двигать, но можно везде посидеть. Есть деревянные такие, как стоечки сделаны. Так что я там уже пыталась пристроить как-то телефон. И на спинке скамеек тоже нормально все ставится. Все можно пристроить. Все можно поставить. Так что, в принципе, там можно и самостоятельно себя поснимать, если очень хочется. Именно с точки зрения места, где получить красивые фотографии, оно прекрасно. Ну и с точки зрения места, где прогуляться. Потому что Добльское все-таки мне понравилось. Ну, если так по-хорошему, несколько поменьше, потому что там, ну, совсем все такое простенькое. А вот здесь красота. Правда, я думаю, что в третье место я уже не поеду. Я знаю, что есть еще, наверное, полей 5. Ну, может быть, ладно, в пределах часа-полутора от Риги, наверное, поля 3 еще. Я думала сначала съездить везде, но, честно говоря, мне кажется, что просто мне надоест смотреть на Лаванду, и впечатление уже будет немножечко не то, если подряд 3-4 места одинаковых объезжать. Поэтому я думаю, что на следующий год я оставлю себе посещение еще хотя бы одного, а лучше двух мест для того, чтобы сравнить. Но я рада, что я все-таки добралась. У меня никак не получается доехать до Франции. Это какое-то проклятие, я не знаю. Получалось так, что я пыталась доехать, наверное, года с 2019-го, и все время меня что-то останавливало. Причем я ездила в другие места, и не было никаких проблем. А вот с Францией у меня как-то не складывается. Сначала надо было уезжать из Польши, и начался ковид, а у меня было запланировано путешествие где-то на апрель. Потом не получалось поехать из России, потому что был ковид. Потом не получилось поехать из Германии, потому что сначала надо было решать с документами совсем таким. Потом было совсем не до этого, потому что заболела мама. У нас было запланировано на февраль поездка. Ее пришлось отменять. Ну и потом мы, естественно, переехали в Латвию, и нам было тоже не до того, чтобы ехать во Францию. Вот мне интересно, в течение ближайших пар лет я все-таки до нее доберусь или нет. Но зато я могу побывать в таком кусочке Прованса прямо здесь. Это здорово. А вот теперь, что касается ограничений. На это поле нельзя приводить домашних животных и с ними фотографироваться. Это написано в правилах. Да, кстати, здесь еще можно поесть прямо на месте, попить кофе. Здесь тоже есть сувениры. Не удержалась и купила лавандовое вино. Я не знаю, какое оно на вкус. Когда я его попробую, я обязательно расскажу. Стоила бутылка 14 евро. Это полусладкое вино. И там намного больше разнообразных сувениров. Да, следующее то, что нельзя использовать профессиональную технику. Можно снимать без ограничения на мобильные телефоны. Поэтому у меня картинки немножко такие трясущиеся. Можно фотографироваться на мобильные телефоны. Можно использовать инвентарь, но нельзя его там двигать, портить и так далее. На какую-то более профессиональную съемку, например, при помощи фотоаппарата, нужно уже отдельно договариваться, отдельно спрашивать стоимость. Я решила, что в этот раз я не буду спрашивать. Стульчики под яблонькой. Или что это? А, это луча. А плавать запрещено. Кстати, а как вам такие места и лаванда? Нельзя срывать лаванду, нельзя купаться в пруду. То есть, дальше все правила вполне себе адекватны. Но, конечно, да, немного обидно то, что нельзя снимать ничего на фотоаппараты либо камеры, потому что у меня, допустим, телефон, ну, не то, чтобы хорошо фотографирует и не то, чтобы хорошо снимает, потому что я брала телефон, который мне будет удобен в повседневном использовании. А вот уже для съемок у меня есть отдельно камера. Но, может, у кого-то есть хороший телефон и ему достаточно этого.